Игнат Иханович, здравствуйте! Добрый день! К вопросам. Есть описание мытарства Блаженной Феодоры. И также множество свидетельств современных людей, которые воскресли. Мытарство признают священник Дмитрий Смирнов, священник Олег Стеняев, профессор Алексей Ильич Осипов. А профессор Андрей Кураев утверждает, что учение о мытарствах – это не учение церкви. И что это апокриф. Более того, в древности на Руси мытарства были занесены в списки запрещенной литературы в русских монастырях. Вопрос, что такое мытарство? Правда или апокриф? Кому верить? Каким богословам? Те, кто говорят, что это правда, или те, кто что это ложь? Тут за эпиграф можно взять слова Иоанна Златоуста. С чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Я верю. Это житие Василия Нового. Да, это Феодора Цареградска. Она ему помогала, прислуживала. Ну и далее все вот это написано. Но там же говорится все. Понимать нужно в аллегорической форме. Не то, что там мешочек какой-то, она избыточные дела берет, как у католиков, ложит на весы. Ну понимать, и для народа это было понятно. А что, кодекс каких-то запрещенных книг, молот ведьм? Ну это я даже не знаю, с какого года и где он такое высчитал. У русских-то людей вообще не было ничего. Хватали, рубили. У них ума даже не хватало составить. Какие запретные книги? Никаких книг-то и не было. Псалтырь, да, зайди на умершего в молитвы. Вот и все. Я верю. Я каждый день об этом молюсь. Ангелу своему. Каждый день. У меня вот оно, лекарство. И каждый день я молюсь такими словами. Добрый мой ангел-хранитель. Моли Бога о мне грешнем. Вот это и есть лекарство. Я как раз перебираю щетки и говорю. Не покинь меня в смертный час, когда душа моя будет разлучаться с телом. И проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным. И веди ее душу мою в вечное царство Христа Бога нашего навеки. Я молюсь каждый день этому. Доказывать никому ничего не хочу. В Библии этого нет. Согласно Писанию, если рассуждать вот так вот ровно и никуда, тогда ничего этого не надо. Там пропасть, которая не переходит. Евангелие от Лухи, 16 глава. Ну и все на этом. Дальше. 2 Коринфянам 5, 10. Всем нам належит предстать на судилище Христова, чтобы получить соответственно, соответственно тому, что он делал, живя в теле. Доброе или худое. И дальше. 4, 5. 1 Коринфянам. Не судите никак прежде времени. Доколе не придет Господь и не осветит сокрытое во мраке. И все на этом для меня. Понятно, другим я говорю, которые наши люди. У нас таких нет, которые не верят. Все верят. Олег Синяев подробно все разбирает. Очень хорошо об этом говорит. Ну и добавить к тому, что сказал она, расширять. Я не видел видений. У меня никаких откровений никогда не было. Я ни одного видения не видел за всю жизнь. Ни голоса не слышал. Я вообще только считаю на уровне мозгового развития. Воображают, как огонь горел, как больно было. Ну, обыкновенное. Ну и все. Вот мой ответ. Не знаю, принуждать никого не буду. А если он не верит? В догмат это не записано. За это от церкви не отлучат, от причастия не отлучат. Научить, проповедовать никому не советую против. Вот мое мнение. Ну, это как раз Игнатих, значит, ответ моей мамы. Моя мама, как раз, вас будет смотреть. Она вот интересуется о мытарствах. Она вот даже смотрела очень много всяких вот фильмов. Когда люди, знаете, вот умирали, как Валентина. Забыл из головы лица. Вы ее знаете, фамилия? Устежанина Клавдия, наверное. Да, Клавдия, Клавдия. Вот она Клавдия Устежанина. Я встречался не один раз. Был у них в доме. Также Валентину Романову, потом Андрею там. Но она вот как бы интересуется. Я говорю, ну, богословский ответ тут очень сложный. Потому что разные мнения богословов. А вот Игнатия Тихонович, она сказала, будет интересно как раз ей послушать. Спасибо, Господи. Тут вот что нужно сказать. Что если человек к этому склонен, он ничего не теряет. У него есть страх Божий. Особенно старые книги называются в лицах. В лицах, то есть там киноварию рисовали. Ну, такого, в иконописном стиле. Вот теперь обмирает разные сектанты. И они что-то видят. Тут можно Серафима Розова взять. Он говорит, вот в этом пограничном состоянии, особенно князь, действующий в воздухе, лютует. Он что угодно может знать. Обмирали, они видели. Почему ни одному сектанту, ни одному по сегодняшний день. Тот, который их ведет, кто он там? Она видит там вроде светлый, что не сказал, что они секта, что они не в церкви. Почему? Почему не сказал он им, что без причастия ни один человек не может себе иметь жизни Божией для жизни? А у них какое? Они не проповедуют о причастии. Они вообще даже об этом не говорят. Воспоминания. Ну, вечеры Господни и все на этом. Поэтому, под сомнение, сектантские все их видения или придумки какие-то. Я христианин, там такой-то подписывается, Валентин и Василий какой-то христианин. Видел все и теперь на этом кормится. Его везде приглашают, он рассказывает, видит. У меня никакой нужды в этом нет. Умрешь, увидишь. А мне нравится изречение Конфуция. Его спрашивали когда об этом. Он говорит, что если я скажу, что это помогает мертвым, вы с кладбища не будете уходить. Родных забудете. А если, скажу, не помогает, вы их и хоронить не будете. Умрешь, говорит, узнаешь. Умрешь, узнаешь. Все просто и понятно. Да. Ну, я как бы со скепсисом ко всему отношусь. Я сторонник действительно. Вот тут с вами соприкосновение есть. Я всегда думаю, что говорит Священное Писание, отцы церкви. Ну, то есть для меня это много важно. А уже вот такая литература. Я вот интересуюсь богословами. Ваше мнение мне очень будет важно. И очень, как раз, если Бог даст, мама будет смотреть. Она интересуется. Молитва за умерших. Одно. Творить милостыню, это больше того. В пятом томе, в толковании на деяния, там часть отдельных проповедей, на деяния апостолов. Апостолов, я евангелист, евангелист, евангелист все говорю. Ян Златоус говорит. Милостыня, творимая в честь усопших, помогает. В первую очередь, кому помогает, неизвестно. Почему Яков говорит, говорит, что спасешь. А непонятно, чью душу спасешь. Свою или того, ну, о ком говорится. Я считаю, польза тому и другому. Какая, не знаю. Я просто на другом уровне. Доказать ее никому не доказывать. Для себя, я знаю, творить милостыню очень полезно. Любую. Ну, только ты найди, кому помогать. Не пьяница там, подавай, он пропьет ее. Не иные говорят, разницы нет. Нет, большая разница. Считай, житье святого Нифонта. Он только копейку, говорит, дал там рубль, ну, который кривляется, играет. И видит, говорит, она у сатаны уже в руках. И ты за это ответишь. Поэтому, ну, в добродетели покажите рассудительность. Петр пишет. Ну, а мнение отца Андрея Кураева, оно может быть и ошибочное, да? Он же у нас богослов великий и может ошибаться. Я не сужу, я великий или малый. Я вообще его не трогаю. Не-не-нет, я тут пошутил. Я не в смысле, что он великий. Я имею в виду, что я вам свою точку зрения выскажу. Человек, он очень интересный. Многие книги его полезны. Но иногда видно, что у него есть свое видение, свой взгляд, так скажем. Я о нем молюсь каждый день и каждое утро. Я поминаю его имя перед Богом. И поэтому говорить о нем что-то, я просто, я не вижу, чтобы он нарушал какие-то заповеди. Я его не знаю. И к себе его пригласил, чтобы он отдохнул, приехал в лагере, побыл, и нам было бы полезно. Я не знаю, передали ему или нет. Отзыва никакого не было. Если будет возможность, дайте ему знать. Хорошо. Он выйдет на меня, я его приглашаю. У меня, он приезжал, сам здесь был. Мои книги у него все есть. И мне говорят, вот он выступает, прямо говорит, копирует, говорит, с ваших книг. Не знаю. У него образование там духовное, у меня никакого нет. Я строитель. Я только на молитве упрашиваю у Бога. Вот сейчас я в Ютубе выставляю беседы мои, которые я вел в Потеряевке при начале ее основания. Много будет. Уже идет где-то 18-й, наверное. Это еще, по-моему, если не ошибаюсь, с 90-го года, да? Да, с 91-го года, когда приехали. И это я в храме не мог проповедовать, я еще не был с часом. И поэтому по тематике. Вот пчелы летают, я о пчелах говорю, о погоде. Ну и разные такие. Вот сегодня насчитали два занятия о рождестве. Одна передача записана, которая по радио. Три радиопрограммы регулярно вел здесь, краевое радио. И даже в Москве выступал. Был там по телевидению. И как-то сохранилось и проповедь. Мне бы сегодня, вот я смотрю, было бы удивительно это. Вот тогда. У меня ничего не изменилось. Вот я уверовал 53 года назад, и как будто я сегодня, мне сразу Бог дал это. А дальше только углубление идет. У меня не было, хоть я верил, а теперь я не верю в мытарство. У меня этого не было никогда. Я нахожу только подтверждение, что то, что мне дал Бог, это хорошее. Ну, по отца Андрея могу сказать. Я ему передавал некоторый ваш материал. Он иногда реагировал, даже я помню, это давно было, передал какие-то ваши ролики. Он сразу отреагировал, сразу выступил. По-моему, на «Эхо Москве» он сразу вас отметил. А иногда, вы знаете, он же для нас человек такой, сам себе на уме. Как он говорит, я кошка, которая гуляет сам по себе. Иногда он как бы... Но я могу сказать, что про отца Андрея он очень открытый, он очень такой... В нем присутствует очень много положительного. Когда я говорю про великий, я, конечно, тут был... Шутка, в чем заключалась? В том, что я вижу, что иногда и он ошибается. Он все-таки человек, мы все люди, все мы ошибаемся. А так он вот очень такой, я бы сказал, как и вы, Вильгельм Теллер и Робби Робин Гуд, реагирует на боль. Когда тогда семинаристы казанские к нему обратились, я видел его искренность. Я видел его, и когда там у меня знакомые обращались, и у него искренние порывы, я видел. Вот я на сайте на своем отвечаю на 4124 вопроса. Но это не два. Проходит 14 лет. 38 книг. Сцензорские отделы. И в Почаево, и в Дворкин. По сегодняшний день не нашли ничего нет у них. Почему? Потому что надо 4 пункта опровергнуть. На основании Библии святой. Второе. На основании толкования святых отцов, там мне ответ дается. На основании всех канонов. И на основании жития святых. А они-то от ума просто. Я ненавижу тебя. Я тут на это не могу ничего ответить. Я достоин того. Ну и все на этом. Ну по поводу ненавижу, но это не аргумент. Можно... Ну само понятие ненависти в христианстве, это уже... Человек, видимо, страдает какой-то одержимостью. Ненависть может быть греху. А если человек прям сугубо ненавидит какого-то человека, это, конечно, уже, видимо, или повреждение, или одержимость, или психический заболевание. Великий вопрос, мы считаем. Я же не осуждать и брата моего. Да, да, да. И на этом что? Ну, я могу сказать, что у меня тоже эта страсть присутствует. Я человек молодой, я вижу там какие-то конкретных врагов христианства. Всему это возникает как-то такая в сердце страсть. Ну, что ж вы... Хорошо, переходим к такому более длинному вопросу. Игнат Тихонович, перед тем, как я его прочитаю, это составлено не мной, и, пожалуйста, так сильно не реагируйте. Это просилие. Вот длинное. Я, если осилию его, потому что читать долго. Многие православные святые, как святитель Иоанн Златоуст, Феофилакт Болгарский, Иоанн Кронштадтский, святитель Кирилл Патриарх Александрийский, преподобный Макарий Великий, преподобный Василий Новый, преподобный Ефрем Сирин, три слова против иудеев, также Иоанн Златоуст, восемь слов против иудеев, святителям в России Медиаланский и многие другие, отрицательно относятся к иудеям. Святитель Иоанн Златоуст называет синагоги «жилище демонов», где не поклоняется Богу, там местное двуслужение и осуждает всех иудеев, что они живут для чрева. Прилепились к настоящему и по своей похотливости и чрезмерной жадности очень лукавые, и учат, что не только не следует обмениваться с ними приветствиями и делиться простыми словами, а должны отвращаться от них, как от всякой заразы и всякой язвы для всей Вселенной. Отец Иоанн Кронштадтский считает, что иудеям не будет прощения за то, что убили Христа и подняли руку на владыку. Вот за что нет вам прощения и нет извинения. Святитель Иоанн Златоуст и Иоанн Кронштадтский учат, что все иудеи в большинстве своем за лукавства и бесчисленные злодеяния, они крепко ненавидят нас и болеют дьявольской ненавистью. Они жалки и несчастны, жалки и несчастны, подвержены страстями, ненависти. Ненависть ослепила их в сердцах, сердечной мочи. Они вождут против Бога, заповедавшего всем любовь, что все святые будут свидетельствовать спасительной верой Христовой против иудеев. Афеофилак Болгарский утверждает, что Антихрист родится от блудницы, нечестивой, сущей с колена данного. А Иоанн Кронштадтский, что все святые будут свидетелями веры Христовой против иудеев. Священное Писание о иудеях. Апостол Павел о иудейской шестиконечной звезде. Вы приняли Скинию Малахову и звезду Бога вашего Рифана, изображение которой вы сделали, чтобы поклониться им. И я пересерю вас далее, Вавилона. Деяние святых апостолов, 7.43. Здесь говорится, что иудеи отступили от монотеизма и уклонились в халдейскую магию и политоизм Египта. И так называемый звезда Давида, это садонинский знак, взятый он от вавилонских магов. Христос о иудеях, цитаты, Иисус сказал, «Если бы Бог был бы отец ваш, то вы любили меня, потому что я от Бога и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но он послал меня. Почему вы не понимаете речей мои, потому что не можете слышать слова моего? Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцем от начала, не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне? Кто из вас обличит меня неправдой? Если же говорю истину, почему вы не говорите мне? А, почему не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Потому что не слушайте, а, так, сейчас, потому что не слушайте, что вы не от Бога. Святой Иоанн, где-то она. Так, 8, 42, 47. Священное Писание юдеев. Знает вы и дела, и скорбь, и нищету, и, впрочем, ты богат. И злословие тех, которые говорят о себе, что они юдеи. Они не таковы, но сборище сатанинское. Откровение Иоанна Богослова, 2, 9. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они юдеи, но не суть таковы, а лгут. Вот что я сделаю. Так, вот, я сделаю, что они придут и поклонятся перед ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. Откровение Иоанна Богослова, 3, 9. А вопрос попросили задать в том, что современные талмудисты, если читать их талмуд, они воюют против христианства, а христиане не противостоят им. Такой попросили задать вопрос. Я еле справился, читал долго. Так, вопрос-то в чем? Ну, вопрос в том, попросили меня задать, ребята. Вот, они начитались в интернете, там, талмуд, кицурш, шуханарух, что очень много гадостей против Христа, христианства. И почему мы вот встречаем в протестантском направлении, когда они начинают славить иудеев, почему нет трезвой оценки, что много святых в Евангелии сказано, что они не прилини Христа, что отнимется от них царство. Что теперь они не избраны, Божий народ, а Богоненавистный народ, который воюет против истины, о чем говорят множества святых. Вот, о чем я процитировал долго. Ну и вывод-то какой отсюда делать? Ну вот, я все это услышал, я это принял. Дальше, у меня должны быть какие-то действия на это. Как? Собраться кучей морду набить, или что? Не-не-не-не. Ну, наверное, скорее всего, вывод таков, что мы должны знать, что они ждут антихриста, и что ненависть их к христианству. Из этого как раз есть вопрос дальше будет. Что у них ненависть к христианству. Да, так и есть. Все это так, как говорили, считали, так и есть. Дальше-то что? Ну, мы это просчитали все, но в конце мы должны просчитать 9 и 11 главу к римлянам. Мы не можем так сказать, что это не надо. И когда 9 и 11 главу прочтем, тогда мы увидим, что мы должны делать. Я заранее спрашиваю, пока не считали, что мы должны делать. Я это принял. Все. Меня эти знания не обошли. Ну, а дальше-то что? Какие-то я должен действия принять. Действия? Сказали про евреев. Я знаю, они такие. Про иудеев. Про иудеев меня просили сдать. Я не касаюсь национальности. Чтобы нас, Игнатий Тихонович, я к вам отношусь с большим уважением. И когда я обсуждал вот этот талмуд, который мне написали, я с ребятами так сказал. Чтобы у Игнатия Тихоновича не было никаких проблем, будем говорить только о религиозности. Не касаемся национальности. Ни русских, ни белорусов, ни финнов, ни шведов, ни евреев. Касается религиозности иудейского вот этого отклонения, талмудизма. Как христианину относиться к талмудизму? Когда они воюют, и кощунствуют, и хулят Бога. Они же создали атеизм, они создали магизм, ну, и язычество. Отношение христианина какое бы? Ну, понятно, мы должны благословлять, как вы говорите, молиться. Но мы же должны знать, что они воюют против христианства. И так понятно, что воюют, раз Стефан об этом говорит, о чем считали. Ну, допустим, мусульмане. Мусульмане, разве не знаете, что делают? Конечно. Подряд режут головы. Там что они делают? Убивают, воруют. Малых детишек там насилуют. Игил там что делают? Там считать страшно. Ну, мы узнаем это. Дальше-то что? Вот у меня 30 томов вышло открытым оком книги. 18 том, это я разбираю Коран. По сурам Айятам. Весь Коран. В сравнении с Библией, такого материала в мировой литературе еще не было. Относительно евреев. Вот начинает говорить, вот Талмуд, я говорю, а ты Талмуд-то хоть держал в руках, видел его? Это не книга, это свод книг. Свод книг. Я 23, 24, 25 том. 750 страниц в томе. И я разбираю еврейскую историю в Талмуде в сравнении с Библией в трех томах за 3600 лет. Скажу, что такого материала тоже в мировой литературе нет. Мне отвечать еще не надо, я уже ответил. Очень хороший материал могу сказать. Себя. 23, 24, 25. Вот они говорят, я беру выдержку допустим из Корана и разбираю ее, как она в Евангелии выглядит. Вот беру Талмуд для евреев. Три тома для евреев. Вот что нужно ответить? Я открываю Слово Божие, не мои слова. Что говорит Бог на то, что у них шульха на руке написано? Что говорит Талмуд об этой ненависти? Но в моей заповеди, которую мне дал Христос, ничто в мире не отменяет. Что бы я ни знал, мои знания не могут давлеть над тем, что сказал Христос. А Христос мне дал заповедь первую, наивысшую, любить Его. А любовь моя какая к Нему? Если любите меня, соблюдете заповеди мои. И я понял, воевать надо с жидами, с этими, с мусульманами, но оружие только одно, там и здесь, любовь. Вот я иду по камерам. Три тысячи семьсот преступников. Всякие сидят. И евреи, и мусульмане, а я христианин. Какое мое к ним отношение? Я стараюсь в первую очередь помочь им. А как так? Очень просто. Антоний Великий говорит, я никогда мирно не беседовал с еретиками. Это Антоний Великий говорит. А дальше приводится история, как он идет, а впереди его бежит там служка-монах. И он видит, идет, может считали даже, идет идолопоклонник, идолоподмышки тащит. Ну, он говорит, ты куда идешь-то? Чертовщину тащишь. Он его по ногам это щуркает, это огрел и переломил ноги. А когда увидел Антония, Антоний говорит, добрый день, трудолюбец. Он остановился. Да я же дал поклонник-то. А смотри, как ты стараешься, несешь, потеешь. А там, говорит, я одному ноги переломил. Ну, давай вместе понесем теперь его. Что сказать? Вот ко мне в дом привозят еврея. Похвалиться. Он у меня полтора часа пробыл и стал батюшкой. Вот сегодня как раз я его слова ставлю батюшкой. Вот меня иначе... Видели, да. А сейчас снова вы сбились. Вот и одно дело я бы пошел ты с жидовской мордой отсюда. Другое дело он увидел Христа, побыв здесь. И когда бы я не приехал в алтаре, сразу же меня перед народом выстал, я говорю, он рассказывает, как мы встретились, как крестили его, как мы искали где погружение. И сегодня он выставляет, как он полное погружение там делают. И я сделал замещание по этому, а там другой священник, да я его знаю, он говорит, я это все учту и ему передам. Вот и все. Я знаю оружие, вот он КГБшники такие, а что КГБ лучше, что ли, евреев-то? А он офицер. Офицер. Теперь он обратился батюшка. Пускай в каждом доме, нет, в каждом доме не получится, от каждого хотя бы священника один еврей обратится и сделается православным батюшкой, ненарошечным. И после этого израиль просвещать евреи. Вот и все. Вы покажете одно, я покажу из дел. Я покажу, как благодать Божия касается. Кремлинам, 9-11 глава. Немножко просчитаем. Посмотрите как. Истинно говорю во Христе не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Совесть. Хотя об этом не написано. Совесть – это первый зачаток от Бога. Что великая для меня печаль и непрестанное мущение сердцу моему. Желал бы сам быть отнущенным от Христа за братья по их роду и ко мне по плоти. Но он же знает, что они ненавистные, что Бог их дьявол хотят исполнять похоть. Он знает. Павел говорит для меня это печаль непрестанная. Они Христа не приняли, распяли. Они вредят всем людям. Они ограбили всю вселенную. Для меня непрестанная печаль за родных. Родных мне по плоти. Он сам-то еврей. Я желал бы сам быть отнущенным от Христа за братьев моих родных по плоти. Конечно, речь идет о неверующих. О неверующих. Ну, кто сегодня будет говорить так желал бы отнущенным быть? Ну, Павел за родных. А я не еврей, но я могу эти слова сказать? Мы можем сказать как славяне, что мы за свой народ тоже переживаем. Дальше поясняй. То есть израильтян. Речь идет о нации. Израильтяне это национальность. Тут не надо говорить, что ксенофобия какая-то. Которым принадлежат усыновление, слава и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их отцы. От них и Христос по плоти сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. Вот я уже восемь качественно считал. Но не то, чтобы слово Божие не сбылось. Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его. Но, сказано, в Исааке нарисчется тебе. И далее поясняет. Мы никак не можем это убрать. Он хотел быть отлученным. А я хочу их всех побить. Ну, что, не сходится. Игнар Тихонович, мне вот тут написали, пока мы тут вели, ну, с вами высказывали мнение, я прочитал, мне тут дописали. А как же вот тут говорится, что Ефрем Сирин три слова, Иоанн Златоуст восемь слов, и Василий Новый, а, преподобный Василий Новый, которые выступали, что иудеи, они совершив такое преступление, распяв Христа, они не являются не то, что они избранными, они не приняв Христа, ждут Антихриста, что сатанинский сборовал. Ну, давайте дальше. Мы перейдем к ним только потому, что у нас не хватило ничего с существовой Библией. Если Библия отвечает, дальше разговоры не пойдут. Ни святые, ни каноны, не могут претендовать на первенство перед Библией. Библия говорит, Павел говорит, я говорю во Христе, во Христе и не лгу, но совесть моя в Духе Святом свидетельствует мне. И он желает быть отлученным за тех, которые распяли. И Христос просит, прости их, Отец, они не знают, что они творят. Вот когда это мы объясним, тогда мы поймем, о чем говорили другие те, которые... Но мы не можем наоборот делать. Вот этого не было, до 11 главы еще не открыли. Я только 9 немного взял. 9-ю. 9-ю, 11-ю главу надо наизусть заучить тем, кто задает вопросы. Я никого не опровергаю, просто прошу, держите Библию на первом месте. А если говорить не так, то нет там света. Исаия говорит 5-20. Если говорят... А если говорят не как вот апостолы говорили, Павел говорит, анафема им. А кому анафема? Златоусту, Сирину, всем анафема будет, если вопреки Библии. Ну, а ангел говорят, и ангел анафема. Галатам 1-8-9. 8 слов Иоанна Златоуста. Там говорится, что с позиции Ветхого и Нового Завета. И тут вопрос дополняется, что сказано о современных постхристианских талмудистах, которые живут по Талмуду, не о богоизбранном Ветхозаветном, потому что Новая Заветная Церковь это все христиане, не о Ветхом Заветном. Потом я слушал, то есть разговаривал, некоторые исследователи говорят, что тот же еврейский народ в древности, он состоял из разных этносов. То есть это не этническая составная, потому что если мы берем там иудеев из Эфиопии, они на негров похожи, иудеи там из Бухарии, из Узбекистана, они на узбеков, на азиатов похожи, иудеи из Хазар, европейцев, они на европейцев похожи, там иудеи из Сканинавии, на сканинавов, на викингов похожи. Здесь имеется в виду религиозная составляющая, что люди не отвергли Христа, они ждут антихриста по нашему учению, о чем Иоанн Златоуз говорит, что все-таки мы должны понимать и знать, что вот эта иудо-христианская тенденция, она не христианская. Это мы наблюдаем протестантов, которые говорят, мы вместе с уедением встретим Христа. Вот я часто общаюсь с моими друзьями, и кстати, из этого вопроса позже уже задам, они вот часто говорят, что вот все нормально, и вся их вот эта религия нормальна, а когда им говоришь, подожди-ка, давай посмотрим Талмуд, там они хулят Богородицу, хулят Христа, хулят христиан, что надо проходить мимо их домов, проклинать, что Христа, этого из Назарета, надо уничтожать, и уничтожать его последователей, где в Талмуде сказано, что мы скот в человеческом образе. Про это говорится, вот реакция христианина, понятно, благословлять, молиться, но мы же должны знать, что это дело с Атаминской, что это антихрист. Но мы узнали это, узнали, Павел знал не меньше нас. Я только об одном говорю, я ничего не опровергаю. Я говорю, что мы не можем что-то ставить выше Библии. Это Словом Божьим называется. Если Атамин Саровский считает, что он ошибался, когда Дух Святой покидал его, это скажет любой, любой человек. Но вот здесь, он говорит, что желал бы быть отлученным от Христа за братьев родных мне по плоти. То есть те, которые не во Христе, которые гонят, убивают его, а он готов Царство Небесное лишиться. Это мы не можем выбросить. Вот это надо разъяснить, тогда остальное станет понятно. Он говорит о тех, которые принимали активную, занимали очень активную позицию, вредя христианам. Но апостол сказал, Ян Златову с этим христианам-то тоже накладывал за воротник. Куда вы идете? Через порог больше не ходите сюда. Он их брал. Мы это знаем все, но ничего нельзя сказать. Тем более, я близкий с евреями встречался неоднократно. Я знаю Слово Божие, и как они слушают внимательно, и как принимают Христа, и как верят. А так можно, знаете, заочно все под нож пустить. Не, Игна Тихонович, я вот тут хочу таскать, понимаете, вопрос немножко тогда я от себя добавлю. Я часто свою ситуацию могу вам сказать. Когда я общаюсь с представителями всяких сект, гностических, ненавидящих христианцев, неюязычники, оккультисты, они ставят нам вину как? Вот мы славяне с вами, ну мы русские люди с вами, потомки старобряцы, я говорю о вас, обо себе, в частности, что мы придали якобы веру предков и ударились в еврейскую религию. Я им начинаю объяснять, смотрите, я за себя уже говорю, не то, что мне тут записки подают. Я им говорю, так, ребята, давайте рассмотрим историю церкви. Мы в истории церкви встречаем множество святых, которые говорили против иудеев, что, во-первых, мы должны принять истину до Христа, во-вторых, христианство это не иудейская религия. То есть, позиция наша, что христианство, это богооткровенная религия, я им тогда начинаю объяснять с этой позиции. А они начинают, то есть, вопрос стоит именно с людьми, которые ненавидят христианство. А потом же, если возвратиться уже к самим иудеям, вот в Священном Писании откровения, вторая глава, девятый стих, там сказано, что не сатаминское сборище. Потом также, третья глава, девятый стих, то же самое. Это говорится о иудеях, которые не приняли Христа. Я это хотел сказать. Мы, как русские люди, мы же должны тоже, как, например, апостол Павла, думать о своем народе, чтобы они спаслись. Евреи пусть думают о своих евреях, там финны о своих финнах, там, я не знаю кто, японцы о своих японцах. Мы, русские, должны прежде думать о своих русских, чтобы русские люди были православными люди, христиане. А касаемо еврейского вопроса, то этот вопрос очень часто, очень остро стоял у многих святых в истории церкви. Я это хотел показать, сказать. А вы говорите о евреях. Я рад, если евреи принимают истину православия, слава Богу. Мы иудеи назовем. Давайте посмотрим. Да, иудеи. Возьмем третью главу. Третью главу к римлянам. Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Речь идет не о христианах, евреях. Он говорит, вообще о национальности, которые приняли Егову. Великое преимущество во всех отношениях. Пускай те, которые что-то говорят, пусть они объяснят, что эти слова означают. Во всех отношениях преимущество. То есть, выше всего это родился уже в этом. Почему? А наиболее всего, наипаще в том, что им верено Слово Божие. Ибо что же? Если некоторые неверны были, то есть, они стали масонами, вот что делают, Шульхан Арух пишут, Талмуд пишут, и неверны были. Неверность их уничтожить, неверность Божию. Никак. В английском языке for God forbid. Бог запрещает даже думать так. Никак. Бог верен. А всякий человек, всякий, ложь, лжив, как написано, ты праведен в словах твоих, и победишь в суде твоем. Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак. И вот теперь он и говорит так. Какое имеем преимущество? В чем? И он говорит, ибо мы уже доказали, 9 стих, что как иудеи, так и елины, все под грехом. Вот искупление, фильм как раз об этом говорит. Как написано, нет праведного ни одного. И говорит, в гортанях открытый гроб, уста полны злословия, ноги быстро на пролитие крови. Он берет из Иудейской, из Ветхого Завета. Нет страха Божия. А дальше подводит к тому, что правда Божия через веру в Иисуса Христа. Во всех и на всех верующих. И еще. Где же то, чем хвалиться? Евреям. Уничтожено. Каким законом? Законом веры? Но на законом, незаконом дело, законом веры. Мы признаем, что человек оправдывается верой, независимым от дел закона. Ну я, допустим, так. Неужели Бог есть только иудеев, а не язычников? Конечно, язычников. Что он Бог иудеев, Павел никогда не ставил под сомнение. Неверность их уничтожает, если обещание Божие, спасти остаток, не уничтожает. Вот отсюда надо исходить, и тогда мы поймем, о чем говорил Златоус. Он говорил о тех, которые конкретно перед ним люди, которые совращали христиан, уводили их в свою религию. Ну, надо же смотреть не просто так. А я говорю, это не нация, там черная, белая, не надо уклоняться никуда. Иудеи-израильтяне называются здесь. Это нация. Это национальность. А вот я вам заметил, вот это встречаем, война древней Иудеи с Израилем. Как это понимать? Потому что я слышал разные мнения, что это не этническая составляющая, это религиозная. Да нет, конечно. Нет, там были, которые неверующие. Ну, а хам сын Зары был. Какой он? Ну, а хам... Ну, хам это потомки их потопануи уже. Иисус Новин, седьмая глава. Да, Иисус Новин, да-да-да, это воин, кстати. Ну, кто он? Израильтяна или нет? Он щадает. Это же Ветхий Завет. Ну, а когда Господь говорит исследуйте Писание, он, конечно, говорил о Ветхом Завете. Еще новой ни одной книги не было. И он дает наказ исследуйте Писание. И теперь, когда люди что-то говорят, 22 глава, 29 стих Матфея говорит, заблуждайтесь. А почему? Не зная Писания, ни силы Божьей. И люди, которые рассуждают, не знают Писания. Они знают то, что слышали. Надо смотреть. Вот я открыл послание к римлянам. Пусть объяснят. Когда объяснят, тогда многое прояснится из того, что они говорили. Вот они делают евреи. Я это знаю очень хорошо. Я 14 лет занимался этой темой еврейской. 14 лет. Иудейская, иудейская. Чтобы нас не обвинили в каком-то национальном... Так, заколами селских мудрецов. Комитет трехсот. Что делается? 14 лет я отдал этой тематике. Перелопатив всю литературу дореволюционную, зарубежную и советскую. И поэтому вы говорите, я молчу, ну просто вы повторение даете мне. Вы лучше спрашиваете, знаю я или не знаю. А так мы долго говорим, а говорите о том, что я не просто знаю, а этим жил. Хорошо понимал это Дмитрий Дмитриевич Васильев. Общество ПАЛЬ. А, конечно знаю. Я знаю его ребят из его общества. Ну вот там Сысоев, там когда разделение было, я-то был у них. И мои материалы попали им. И он, когда первый раз встретились, он говорит, мы всегда, когда вас слушали, М1М5 материал назывался, нам казалось, это голос с неба. Это мне Васильев сказал при всем народе. Ну, Васильев умер же, по-моему, у них там часто. Умер он. Хороший мужик был, но нервный, но хороший. Своей смертью умер. У меня такое представление, что не своей смертью. Скорее всего, так и есть, потому что такие вещи говорите. Я почему и сказал вначале, Игнать Игоревич, ни в коем случае, чтобы вас не как-то это, я сказал сразу, мы говорим о религиозной составляющей, не берем никакие народы. Не переживайте, я в этом смысле за вас. А то вопрос, какие мне составляют, я исхожу из той реальности, я готовлюсь перед тем, как вам позвонить. То есть, это не на пустое обсуждаем. Ну, тут вот мне дописали, ссылка же на Иоанна Богослова, повторюсь, вот. Да. Что на Библию именно, на Библию. Давайте, что там? Что, сборище сатанинское? Да, да, да. Ну, почему мы даже думаем, что если русские то же самое сделают, то они сборище Христова будут? Это относится ко всем, это не буквально к народности, потому что на нем все саткнулось на иудеи-то. А они называются сборище сатанинское. Ну, хорошо, вас отец дьявол, вы хотите исполнять похоти. Ну, а русские, чьи похоти исполняют? 120 миллионов абортов за перестройку. Страна крови. Женщин-то нету, гробы ходящие. В утробе поубивали 120 миллионов, а им бы сейчас этим было уже по 25 лет. Люди-то какие были? Это люди были бы, ну, разве они лишние были-то? Нет запрета аборта. Нам еще не говорить о других-то, когда мы по уши в крови все. Вобор на воре, горя на горе. Игнать Тихонович, спасибо, что вы дали ссылку как раз на общество памяти. Я вот общался с представителями этой организации. Они часто говорят так, что иудея, совершив кровавую, ну, большевистскую переворот, потом революцию, они уничтожили и насадили нам эти ценности, потому что коммунизм, там, все эти проекты, красмасонские, они нам навязали такие, что вот молодежь современная, она поколение, там, третья, четвертая, именно советских людей, которым навязали эти ценности, что надо винить именно вот этих тамудистов. Я подчеркиваю, что, то есть, чтобы не было никакой провокации, чтобы, ну, мы говорим именно о религиозной составляющей, ни в коем случае никого там обижать не хотим. И, безусловно, есть люди искренние из тех народов, я сразу говорю, и те, кто принимает истинную веру Христову, кто бы ни был, там, африканец, иудей, слава Богу. Но просто вопрос это остро строит, когда люди сталкиваются, особенно вот люди, которые увлекаются неуязычеством, и им хочется объяснить, ну, ребята, поймите, Христос для всех. Ты им начинаешь аргументы приводить, что, ну, исторические, богословские, что это как раз для всех, Господь всех любит. А вот Галатам, глава третья, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса, и с темы во Христе крестившиеся, во Христа облеклись, и нет ни уже ни уидея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, ибо с темы во Водного во Христе Иисусе. Здесь же говорится, что перед Богом все равны и избраны, что это все христиане. Слово избраны означает так, чтобы понятно было, Божие предведение, избрание, план, который дам для всей земли, и нам никуда от этого не уйти. Вот в каком направлении земля крутится, солнце как восходит, зима, лето, день, ночь, так будет всегда. И говорить, а я не согласен, ну, вот это ничего не меняется. Вот как Бог занарядил, так и будет. Он занарядил так. Из всех народностей он избирает Авраама. Не потому, что он лучше, он так решил. Почему не триглазого человека, а два? Почему бы один глаз не на затылке сделать, чтобы не оборачиваться? Ну, Бог, он Бог, создатель. Не властен, из одной-то той же глины сделать горшок для вина и ночной горшок. Он хозяин, и кто ему воспрекословит? Прямо об этом вопиют. Он хозяин. Он избрал Авраама, а от него дает обещание. Русским он не давал обещания. Иудеям говорит. И в шатрах, в Симовых поселиться, в шатрах, веру, паучи москуда. В бытие же говорится пророк Нойш, благословопотомков иофетов, а иофетяне, это же все сыны севера, ну, то есть, славяне, сканинавы, германцы, англичане, кельтаны. То есть, тоже на наше благословение лежит, что мы тоже Богом благословены. Игнать Тихонович, чтобы эту тему мы слишком... Через шатер Сима, Саша. Благословенный через шатер Сима. Там, говорит, поселится иофет. Игнать Тихонович, просто мы, я не ожидал, что у нас так затянется, а вопросы еще есть. Вот как раз, вы немножко это уже затронули, вы некоторые вопросы, заранее уже даете ответы, я не знаю, как теперь их переформить, ну, как переделать. Ну, вот вопрос такой сейчас. У меня есть знакомые знакомые, знакомые друзья, простите за тавтологию, знакомые друзья, они исповедуют протестантизм. Я со многими общаюсь, с баптистами, там, Новое Слово, Новая Жизнь и так далее, ну, разных организаций. Вот сейчас у меня есть знакомые. Я, как православный, не поддерживаю все их, ну, деяния, зная, что это американские организации, даже, не просто христианские, а псевдохристианские организации. Но, видя их искренность, видя любовь к Евангелию, к Библии, я все равно сочувствую. Вот у меня есть сейчас друзья, они из Организации Новая Жизнь, а сейчас их стали везде гнать. Вот там Максим Максимов. И вот я с ними беседовал, они говорят, ну, вот как нам быть? Вас, православных христиан, как бы государство защищают. А как нам быть? Ну, я на ними шучу и говорю, ну, вы, американские сектанты, вас США с ровным прислали. Они обижаются. Но потом, как по-человечески, я вижу их искренность, они прям болеют. Вот как к таким христианам относиться, когда их гонят? Когда реально там приходят менты, там спецслужбы, я сам, наверное, себе это испытал, и начинают их выгонять. Ладно там их Максим Максимов, он там бабки имеет, укатил в Америку. А вот простым христианам, когда их начинают гнобить на работе, начинают им говорить, да вы сектанты, да вы там, они очень расстраиваются. А мне по-человечески жалко человека. Ну, людей, их много. Вот как так? Как их ободрить? Как им сказать, что придите в православие? Так мы с вами сколько случаев знаем. Приводили их в православие? Какого-нибудь на епископа, посмотрев для митрополита, разворачиваются, уходят, говорят, зачем нам эти ваши павлины? Вот как человеку? Потому что я искренне говорю, я хочу, чтобы не уязычники наши, славяне ребята, и не у протестантов, пришли к православию, к христианству. Но у нас такая современная ситуация, что мы наблюдаем, очень печальная. О чем пишет очень хорошо отец Андрей Кураев, о чем сейчас стал говорить отец Алексей Мороз, о чем вы очень много говорите. Я не знаю, я вот повторяюсь, у нас нету таких общин, как в русской зарубежной церкви. Куда людей везти, я не знаю. Ну, вот говорят, там Андрей Ткачев говорит об этом, нынче самая большая опасность, это вот родноверие, это безыщество. Я вообще никакой опасности не вижу. Никакой. Что это за градация такая? От этого большая опасность, от этого нет. Вот грехи, семь смертных грехов. Я говорю, а как вы узнали? Ну, вот такое, это прерубодеяние, убийство. Я говорю, нет. Смертный грех только один. Ни два, ни три. А откуда вы узнали? Из Слова Божия, из Библии. А остальное не имеет уже такого значения. Всякий грех, в котором нет раскаяния. Ни большой он, ни малый, он смертный. Смертный. Если в нем нет раскаяния. А если раскаяние есть, он уже и не смертный, значит, Дух Святой не отошел. Если Дух Святой похулился, то раскаяния не будет. Ни в каком грехе. Человек начнет оправдываться, а я счет сделал, родился в советское время. Разговор пустой. Говорит, Дух Святой придет и обличит мир о грехе, о правде, о суде. О грехе, что курят, наркоманы, нет. О грехе, запитая, что не веруют в меня. А все остальные грехи из этого уже выращиваются. Не верит в Бога, родители не посчитают, не верит в Бога. Он убивает, едет там на Украину, идет против русских воевать. Он не верит во Христа, что не верует в меня, во Христа, заповедь любви. Поэтому у него уголовный кодекс уже полностью в сердце. Это Дух Святой обличает о грехе, что не верует в меня. О правде, что я иду к отцу моему. О правде. Это действительно вознесся. И больше не увидите меня. И о суде. О суде, что князь мира сего осужден. Осужден коммунизм, фашизм, где сатана. Уже осужден. И поэтому, исходя вот из этого, не спорить совершенно не о чем. Я их язычников вообще даже не отличаю. Обыкновенные люди, которые не знают Бога. На язычестве как раз споткнулись все народности. Им говори о Христе. И зачем тебе поклоняться дереву какой-то щурки? Ты ему разумеешь. Щурки, просто. Да. Покажи, что означает стихи природы. Очень полезная здесь книга «Премудрость Соломона». Не каноническая. Очень. И послание Иеремии. Одна глава. Когда с ними сидишь, беседуешь, он никогда как будто бы не был. А зачем я тут оказался? Их убеждать не надо. А они в один день могут сделать себя христианами, когда увидят нашу жизнь. Вот к нам привозят детей. У меня опыт не два дня. Ты вот образуй в частном порядке детский лагерь и узнаешь, что это такое. Это дети. Притом разновозрастные. Я должен сделать полную безопасность создать, чтобы был абсолютный порядок не в чашку носом, а не все у меня знают. Вот посмотри, я вчера выставил, как у нас идет исповедь. Посмотри. Посмотрю. Я не смотрел. Но посмотри. Дальше. Как исповедь идет, как причащаются, и как к кресту подходят. И потом мне скажите, где вы знаете, что у православных такое есть? Да во сне не видали. Оно как будто в царство небесное на землю опустилось. Это работа непрерывная. Ко мне дают детей. Ребенок почти ничего не признает. Ну, договорились, что ему придется молиться. Он говорит, я буду молиться. Все. Приезжаем, а он совсем не такой. Я, конечно, держу его, говорит, в лежовых рукавицах. На следующий год я матери говорю. Она ко мне пришла недавно и говорит, дети к вам просятся. Я говорю, я им отказал, они у меня уже не будут. Одного ребенка беру, а остальных нет. Такого они только и думают, только вспоминают всю зиму. Там идет работа. Привезли его сектанты новая жизнь. Ребенка. Юра. Ему лет 13. Договорились, он будет молиться, как он знает, как сложить руки. То есть, ну, мы его не заставляем. Там вот так вот, Юра, так можешься, да, вот так и молись. В храм придешь, молись. Но в храм будешь ходить. За стол молиться. Мы ему ничего не говорим. Родители об этом, какая-то руководящая работа, хорошая, видно, люди. А почему к вам попал теща православная, ее знатная, кандидат наук каких-то. И она сказала, детей только отдавать в лагерь Лапкину. Понятно? И они привезли. Они приезжают через две недели, а он стоит молится. Юрка, да ты совсем православный стал. А его никто, никто не заставлял. Он сам видел все. И он увидел, православие, это свет, это счастье. Ни один ему не говорил, ты неправильно или что-то. Ни один. Он сам подошел, давай спрашивать, а если я буду молиться так, я не согрешаю? Нет. Понимаешь, как? И поэтому с изыщниками разговаривают, где-то дерутся там и проще. Я не понимаю людей. Это дети природы. Они любят природу, все. Ну, ты на этом-то им покажи. Что было с русских людей спрашивать? Ну, они говорят, была письма. Была, ну, покажите, ни одного труда-то нету. А почему нет? Уничтожили, отобрали, или не было. Не в этом дело. Дело, что солнце тебя судить не будет. Солнце кто-то создал. И дальше по-простому, по премудрости Соломона, объясняй ему. Это дети, простые дети. Самое опасное сегодня это епископы. Епископы православные, патриархийные. Почему? Ян Златоуз говорит, я никого не боюсь, только епископов. Они во главе с Форетрием, епископом, на горных тропах его ловили убить. Третий том, считай его. Да, 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 знаю, знаю, Игорь Тихонович. Я же тебе... Ну, вот я про это и говорю. Вот вы сказали, у меня это все пройденный этап. Вот представьте, мы сколько времени проводим. Я каждый день 14-16 часов за компьютером провожу. Сколько новых людей сейчас с Америки, и Аня желает принять православие. Посмотрите, ролики стоят, ролики. Уже стоят они. Смотрим, смотрим, смотрим. Вот. Игорь Тихонович, дополню, по поводу так называемого Андрея Ткачева. У меня знакомый с Киева есть. Он присылал ролик Андрея Ткачева оборотень. Этот парень утверждает, правда, этот парень, по-моему, сейчас не уязычества ударился. Я давно с ним не общался, года три, наверное. И он говорит, что Ткачев это волчара, который каноны все попирает. Это человек, который вот такой. Это не аргумент. Я могу привести таких знаменитых ребят, это как Дмитрий Ревякин, бывший лидер, а, то есть действующий лидер Калинов мост. Он из неоязычества, ну, они не язычники, неоязычники, из неоязычества обратился в православие. И знаменитый Иван Лесков, который был тоже неоязычником, учился в Омске, у Ахиневича, Александр такой, есть неоязычный лидер, и перешел в православие. И вот эти ребята, они как бы многих людей возвратили в православие из неоязычества. То есть можно сослаться на людей, которые любят наш народ славянский, русский, и которые такие горячие христиане. А Ткачев, повторюсь, это, может быть, вы видели этот ролик, не видели, не знаю, что он оборотень. Это парень, я забыл, как его зовут, мы общались с ним, ну, давно это было, три года назад. Вот он ролик составил, что Андрей Ткачев это оборотень, и он говорит, что такие вещи, говорит, ну, и за мусульман выходите, то есть, что хотите, то делайте. У него там все так, вот так. Ну, вот, и я просто посмотрел, думаю, что Ткачев это человек, который, типа, НТО, провокатор, из того же племени, и те же действия. Я к нему не отношусь серьезно. Ну, он не аргумент. Опасное язычество, которое в христианстве, и которое никуда не уходило. И когда живут, масленицу сжигают, вот все, что есть, разгульная масленица, там язычество сплошное, блины, это вроде солнца, и прочее. Никакого ирила не надо. Русский народ ирится, не зная Христа. Он наказан. И поэтому не само язычество виновата, а то, что лживое христианство виновата, наше. И мы виноваты, что они... А это все еврейские штучки, это евреи все это придумали-то. А нам не надо. Они видят, ага, они воюют против евреев, давайте как. А язычники на траем, вот они будут теперь говорить против, а дальше легче их будет брать. Это все еврейские штучки, как Никита Михалков говорит. Полностью согласен с Никитой Михалковым и с вами. Кстати, Игнать Тихович, ну вот просто, я не знаю, я теряюсь, вы этот вопрос составлен, но вы некоторые вопросы заранее отвечаете. У меня знакомый есть, он в одной большой казачьей общине. Пригласили меня казаки, там русские такие, патриоты на Масленицу. Ну и смотрю, Масленица, это несколько лет назад было. Смотрю, собирается куклу сжигать. А потом смотрю, этого Исаула жена подходит и что-то в огонь бросает. Я что-то не за шкирку, знаете, что-то не за сквернослой, беру этого Исаула, подхожу, говорю, Леша, это что такое? Мы христиане. А он крест носит. Ну это же, говорит, традиции. Я говорю, какие традиции? Масленица, подготовка к посту. Какие вы тут куклы сжигать собираете? Какая у вас магизм? А у него жена там какая-то на полуцыганка. Она вообще там суверия, оккультизм какой-то. Я же вам рассказывал, когда приехал к нему домой, у него стоят там иконы, а чуть ниже стоит какая-то лягушка с какими-то стрелами. Перед ней какой-то алтарь и копейки накиданные. Я ему говорю, вы что творите? Я их прям выкинул. У нас прям скандал был. Он обиделся на меня. Ужас. Вы прям знаете, как заранее уже сказали. То есть они здесь реальное язычество. Это неоязычество, а оккультизм. И вот с этим я постоянно встречаюсь. То с православными спорю пономарями, то с звонарями, то с певчими. И постоянно я встречаю это. То певчих, то звонарей, то пономарей, то православных казаков, которые кричат мы православные заверуют царя Отечества. А встречаю этот суеверие и оккультизм постоянно. Я не знаю, как это изжить. Тут и не надо без всяких неуязычников. Они все изнутри христианства. Я не могу ответить на такие вопросы заочно. Вот допустим, меня приглашает она в дом. Звать ее Фрунзе Капитолина. Я ей говорил, надо в доме держать то, что прославляет Бога. Я говорю, у вас книги есть? О, у меня, говорит, мировая литература вся есть. Это такая подпись была. 300 томов, кажется. Это огромные деньги были. Но я говорю, я делаю так, библиотеки эти делю на три части. Одна часть классики, которую можно оставить себе. Вторая часть, которую можно продать, сдать в библиотеке. Там где-то букинистические. А третья должна быть уничтожена. Вольтер, Дидро, Руссо, подобная муть. А у ней на стенах висят эти маски. Она где-то ездила там в Таиланде. Такие гончарные изделия. Рожи там разные страшные. Она христианка. Я разговариваю с ней. Время-то уже я сижу в библиотеку от Руна Тричасти. Она поняла, я говорю, в доме с ними ночевать уже нельзя. Это идолы. На них насыплялись демоны где-то. И она выходит во двор, эти корчаги, большие по размеру, большей головы. И она, они же гончарные-то такие с треском. Она как даст их там во дворе. Только треск стоит. Там свет зажегся. Там люди думают, что за стрельба такая. А она к утру все разрушила. Один раз встретились и ничего в доме уже нету. Дальше пошло легче. И не воевать не надо ничего. Благодать Божия. Благодать. Коснулась и человек совершенно делается другой. Самое сегодня опасное, что подумали, что благодать можно как-то систематически привить человеку миссионерские отделы, центрские. Это зараза. Этому нельзя научить. Это у Бога дается, дано или не дано. Вот осияла благодать, она тебе дала. Нету, хоть ты убейся, ты никогда не будешь таким бах-бах был. Ты пятую симфонию Бетховена не напишешь. Бесполезно. Это надо у Бога вымолить. А теперь мы защищены, за нас епископ. Вот во главе Дворкина. Если во главе Дворкина, это понятно, не на ту сторону пошли, налево. Он Бога не знает. Человек чужой страны, наркоман, бывший там шизофреник. Еще он говорит, он всех перессорил. А я о нем хорошо думаю. Думай, как хочешь, но к христианству никакого отношения не имеют. Христиане это люди, движимые Духом Божиим. Люди, тонко чувствующие, что Бог хочет сказать. А они на молитве упрашивают ответ. С кем беседовать? Что сказать? Это не просто так вот взял-то и сказал. Вот я выставляю сейчас материалы, эти занятия в Потеряевке, по одному их 123 будет ролика, 123, которые я беру из 1-6 тома. И вы увидите там, я без образования, у меня никакого духовного образования нет. Но любой, который слушает, у меня вот епископ, он откуда вы это брали? Я говорю, так вы сейчас... Да именно так, я согласен, но я не знал, как выразить. Откуда вы брали? Ни откуда не брал. Я это говорил-то перед народом, у меня это не записано. Вот сегодня я одну радиопрограмму беру. Я с народом говорю, у меня там десятки разных исторических данных, цифры, сколько, когда, чего было. Кто такой Октавиан Август? Люди-то не знают. И тогда не то, что ты будешь пользоваться популярностью, а люди будут находить там ход, трестнутая стена, через которую можно раздвинуть и найти Христа. Вот что. А поэтому научить этому нельзя. Но один раз ответил, больше я не хочу к этому даже о Ткащеве говорить. Я говорю, что вот так. Недавно ролик кто-то составил, я не знаю, и поместили в один ролик меня и Ткащева. Вообще. Главное, о Патриархе, когда он с Папой встречался. Что кто говорит? Он говорит, и я говорю. И слепили в один ролик. Вот зарядите, Ткащев там, Лапкин. Да, я видел, видел. Я-то говорю о том, что что вы с булгашили-то? Патриарху нужна помощь, молиться за него надо. А они давай его теперь долбить, не поминать его, нельзя намолить. Вам сатана как испугались. Я говорю, давно католиченно все, бритые стоите, крещения никакого нет. Ну что вам удивляться-то? Вы уж давно все потеряли-то. Хватились когда? Игнат Тихонович, по поводу Патриарха, ну вот я с богословами всякими общаюсь, они, которые, ну не в глаза, вот так, за чаем говорят, что он там очень много канонического нарушил. Об этом озвучил отец Алексей Мороз. Давай по порядку. Давай конкретно. Что он нарушил? По Писанию, где он... В Подписании конкретно могу сказать, это я Масленникова, посмотрите. Масленникова там, да? Да-да-да, Мороз потом об этом говорил, документально. Вместо этого сказал Вселенская Церковь, вместо Канавиа это Соборь. Я же, Дегнатий, сейчас документы при себе не имею, не могу сказать. Я могу сказать, что там он к Папе Римскому к голову склонил. Я высказываю мнение тех людей, которые не хотят тебя засветить, я скажу дипломатично так. Еще 16 лет назад, когда я вообще был ребенком, ну я вот читал книги, некоторых богословов, которые говорили, если придут так сказать, дети Никодима, то обязательно будет соединение с католицизмом. Более того, он в своих выступлениях в Гаване, он нам вещи такие говорил, признавая католиков фактически церковью. Хотя православное учение говорит, что есть единая соборная апостольская церковь, мы. они еретики отступившие. То есть там есть у него нарушения. По поводу патриарха Кирилла, я много раз высказывал свое мнение, я к нему отношусь сдержанно, прохладно, и ничего такого хорошего сказать не могу, потому что при нем стало разрастаться все это лобби, с которым Игнать Тихонович, я подчеркиваю, я лично сталкивался, с которым в глаза говорили, да хоть иди митрополиту, жалуйся, мы как вели такой образ жизни вот этот гомосексуальный и будем вести, ты нам ничего не сделаешь. То есть при нем это все разрослось. Это факт. Я знаю трех лично, кто мне в глаза говорил. Один сейчас на стопате. Хотя ты сам увидел, святые советы и ты тогда не верь. Мы не встречались, я ни с папой не знаю все, ни с патриархом, но мои книги есть у обоих пап и у всех патриархов. Я знаю, что оно не просто лежит. Рано или поздно оно коснется сердца. Он нуждается в нашей молительной помощи. Еще я сказал не так. По поводу этого полностью согласен. Безусловно, она молится, если нас будут становить православные христиане, молитесь и молитесь, чтобы Господь исправил всю эту ситуацию. И тут я с вами согласен. А что касаемо вот этих всех суеверий, всех этих примет, я могу сказать, что у Курава есть знаменитая книга «Оккультизм в православии». Мне кажется, что многом взял его от вас. Да мне так пишут, я не знаю. но иногда прямо выходят, я пришел домой, за телефон сел и давай звонить. Я говорю, скажите, вот вы сейчас выступали, там конгресс был, как вы могли знать? А он доктор юридических наук, Сорокин Виталий. Он говорит, а у меня, говорит, 12 томов открытым оком на полке зря стоят. Я говорю, а где ты брал? Говорит, тут, говорит, Армандо, итальянский магазин, там книги ваши продаются. Он все, оказывается, знает. И выходить мне надо за ним, то. А я выхожу, теперь я на него ссылаюсь уже. Он все сказал, что если, он говорит, человек настоящий верующий, он не может быть не экстремистом. Он обязательно экстремист. Ну вот, у Кураева книга знаменитая, там, по-моему, написал, не помню, но в 90-х годах, оккультизм в православе, где он с точки зрения именно писания, ну и отцов церкви, традиций, но больше писания, где он рассматривает все эти околоцерковные апокрифы, все эти околоцерковные суеверия. И очень есть такое, могу я ошибаться, что что-то взято от вас. Особенно, когда издания переиздавались. То есть, старое там, может быть, немножко по-другому. Чувствуется, что вы же говорили, что у Александра Кураева есть ваши книги, и какое-то направление в его взглядах взято от вас. Так он приезжал сюда, вот я где-то, я где-то, куда-то был. Игнать Тихонович, я же все знаю, всю биографию. Знаете, я как, так скажем, есть у нас закулисья врагов, масоны, а есть у нас православные закулисья. Вот я представляю православные закулисья, которые все знают о всех. И о Цеку Раеве о вас. Все, что скажете, я знаю, что к вам приезжал, что предлагали на Сухарисе, чтобы стал поменьше. Знаем мы. Вот вопрос, вы уже заранее, как бы, в начале нашего диалога ответили, но придется. Вопрос такой, вот видим мы агрессию современных сектантских движений, типа ваххабитов, неуязычников. Мы знаем масонский фактор современной геополитики. По мнению профессора Осипова, главной целью масонства есть уничтожение всего христианства. Вот хотелось бы узнать бы более подробно ваше мнение, ибо вы их много лет изучали. Правда, что цель масонства это уничтожение всего христианства? Хотя вы уже заранее, как бы, сказали. Но другой цели и нету. Дьявол борется с Богом, говорит, а поле битвы сердца людей. Вот оно, Достоевский это хорошо видел. Ну, из этого-то мы знаем. Это единственная религия на земле, религия назвать сообщество верующих, которая прямо говорит о своем закате и о своем поражении. И дано было вести ему войну со святыми и победить. победить. Вот это состояние ни у кого нет. Все говорят, мы весь мир мусульмане захватим. Не захватят они. Они исчезнут внезапно, их никто знать не будет от ИГИЛ. Разные там, какие там ваххабиты, этого ничего не будет. Будет одна вера, та, которая исходит от ливии на колено и три человека только знают. И будет он царство три с половиной года. Мы знаем расклад событий дальнейших. А как остальные? А остальные подчинятся или будут уничтожены? В Америке уже целые полигоны гробами, по четыре человека в гроб. Что спрашивать-то? Нам наша участь известна. И поэтому смертью я и так умру. Да когда лучше умереть? За Христа я хочу умереть молодым. У баптиста поется. Нам ли об этом говорить? Смотрите, Елизар, когда он вырвал внутренности, бросился, его не могли взять даже. Семь сыновей Маковейских, вторая Маковейская, седьмая глава. Нам об этом говорить-то. Мы считаем вечерние молитвы, всеми смерть предстоит, всеми гроб принадлежит. Мы же считаем. Я ложусь как в гроб. Я рассказываю, как до армии я работал прорабом, заключенными в строго режимном лагере. Направлен был после техникума прорабом. Ну и пришлось работать сколько, семь месяцев без выходных в две смены. Тяжело было. Я в армию, когда не хотят идти, а я военкома готов был расцеловать, когда меня в армию взяли. Настолько было невозможно. Просто невозможно. Но Богосподь позволил так вот выдержать. Ну и ночевал в столярке. А холодно. Я сделал, а там они делали гробы и прочее. Я сделал гроб, стружек наложил и крышкой закрывался. В гробу спал-то. А уборщик утром пришла и убирает рядом-то. А я слышу, она шумит. Я потихоньку крышку поднимаю, она чуть на мое место не легла. Представляю, как это было. Понимаешь, что бы ни сказал, у меня в жизни это было. И было такое, что можно улыбнуться. Будет это, будет. У них задача стоит. Но мы-то верующие. Мы должны крепко держаться за Христа, за Его ризу святую. И на этом все. В нас-то увидят. Мне иногда пугают. Ты пишешь. Я говорю, у меня в одном месте написано, когда по еврейскому вопросу. Создается, я говорю, такое впечатление, что в Господь Бог ошибся, избрав такой народ в избраннике себе. А у нас была еврейка. Как она поднялась? А вот вам-то такой-то, вот банкир-то там, а он главный банкир Алтайского края, говорит, дескать, он еврей-то. А если он узнает, я говорю, да книгу-то я уже подарил ему. Да вы что? Я говорю, все книги у него есть. Вот и все. А вы думайте так, а у Бога другой замысел о нас совсем. Поэтому я бы не стал с евреем разговаривать. Не было бы этого священника. Его дети все верующие, жена верующая. Пришли все в православие. Надо работать. Игорь Тихонович, чтобы немножечко назад вернуться, чтобы все-таки нас могут смотреть, я скажу, что мы говорим не о национальности, а о иудейском факторе. А по поводу масонства немножечко вопрос вот так стоял. Возможно, что современные ваххабиты, неуязычники, которые с ненавистью питают христианство, что это инструмент в руках вот этих сил, которые целенаправленно этими, как же есть такая пословица, из огня каштаны, вытаскиваем, чужими руками каштаны. Так и есть. Что это целенаправленные проекты, направленные по уничтожению нас. Потому что Ближний Восток сейчас полностью зачистен. Даже тоже патриарх Кирилл Гундяев уже рассказывал, когда он в Сирии был еще до всех этих событий, там 400 было храмов, десятки монастырей. Были даже целые селения, где там, по-моему, если не ошибаюсь, Святая Фекла. Ну, не буду врать, забыл, что там целые были поселения по 10, по 15 тысяч, до тех чисто христиане в Сирии жили. Что еще в 90-х, в 70-х годах есть версии, что в Сирии большинство было христиан. Что это вот идет зачистка этими силами христианцев. Ну, это вот такая мысль есть. Я это точно не могу сказать, но я вижу, что эти силы масонские, они целенаправленно создают все эти учения, веру в анапланетяны, о чем мы в прошлый раз говорили, веру вот в эти все неоязыческие, то есть это же не язычество. Все специалисты, кто был в языческих общинах, тот же Иван Лесков, тот же знаменитый, наверное, на всю Россию Дмитрий Ревякин, они же говорят, что начинаешь с ними задавать, давайте первоисточники, откуда это взяли? А выходит, что все это фантазии современных авторов. И многие вот бывшие неюзычники, с ними общаясь, они говорят, это ж максимум 25 лет назад. Получается, если вы хотите вернуться к вере предков, тогда идите к православию, к старообрядцам. Это подлинная вера предков. А вся ваша вот эта новизна, она возникла максимум в 70-х годах, в 60-х. А реально там 25 лет назад, как союз распался. Все эти неоязыческие общины создались. И что многие исследователи видят, что за всеми этими движениями стоят какие-то силы, которые их спонсируют, которые их направляют. И вся единственная их цель это борьба с христианством. Вспомни вот эти пусть и рают, вот эти все, когда кресты валили. Потом выяснилось, разведка выяснилась, что за этими стоял иудей, кто спонсирует эти пусть и рают. Даша, смотри, вот когда пусть и рают, начали говорить. Я в первый день уже в газете дал материал. Идут совершенно не тем путем. Не они, наши верующие. И мы пришли к храму Христа Спасителя, и мы там поднимали руки и молились с трех сторон. А четвертая была закрыта. Мы позвонили, вышел дежурный офицер, и нам открыли, мы прошли, на улице были. Что нужно было делать? Закрыть храм на три месяца. Я показал, оскверненный. Ни покроем, разве их не трогать? А были, не были, не имеет значения. Закрытый храм и три месяца молиться здесь на набережной, чтобы слез было не меньше, чем в канале. Чтобы патриарх молился три месяца день и ночь, при любой погоде. Всю Россию можно было бы обратить взором сюда. А только давить, давить. Это вот Сталинско-Беревская хватка. Совершенно не тем путем пошли. Кресты валить, да они не нужны. Стоят или валить. Это все выдумка. Крестопоклоны. Да там только собаки мочатся на них. Больше ничего там нет. Кресты валить, Да мне, знаете, кажется, даже было бы еще более грамотнее, если уж там они такие радикалы все собрались, вывели, дали бы им хорошенько. Или, знаете, еще лучше, вывели, пинка дали. А зачем надо было попадаться на эти провокации? Это же провокации. Да. Даже озвучивать не надо не было. Вот, патриарх. Сколько случаев, я узнаю из лично своего опыта, когда был панамарем. Станисты нападали на мой храм. Я в нескольких храмах в панамаре. А когда я в одном капитаральном соборе панамаре, он надо функции по диаконам выполнял, ну, при архиепископе и митрополите. И были случаи, когда нападали сатанисты и даже как-то толпой пришли в храм. Ну, вывели их, сказали, ребят, идите, это не ваше место. Поговорили, такая небольшая потасовка была, ну, проводили их. Прямо, представляете, был случай, пришло 15 сатанистов в храм. Начали языки показывать, там, провокации устраивать. А представляете, если бы мы сейчас бы из них сделали целую трагедию. На нас, все. А это провокация, они на нее купились. И потом они сейчас себя как показывают на Западе? Мы жертвы. Мы жертвы патриархии, мы жертвы, там, путинского режима. А не нужно было попадаться на эти провокации. Спокойно. Если вы там радикалы, дайте им, как Очергин говорит, пару раз на гайке казаки. А если вы люди, ну, более христианского такого, более мирного мировоззрения, хотя я и то признаю, пожалуйста, давайте им, то просто выведите их и все. Не нужно было. Ну, или милицию там вызвать. Хотя я не сторонник там жаловаться никуда. Выведите, скажите, ребята, идите отсюда вон. А они их на них начали писать, сдавать, прокуратуру, потом их судить. Получается, церкви это было больше вреда на мислу. Не нужно было так делать. Ну, и об этом говорить не надо. Даже время. Не тратьте об этом. Да. Доказывать изыщикам ничего не надо. Им нужно открывать Евангелие и считать. Я никогда не доказываю ни мусульманам, ни католикам. Я просто знаю, что нужно дать, им возможность познакомиться со Христом. И больше ничего не надо. Сектанты разных толков бывают. Я не их учения знаю, но я об них даже говорить не буду. Есть главный вопрос. Ведь церковь. Церковь невеста. И вот один вопрос, который обсуждаем. Больше ничего не надо. А все остальное у них лучше нашего. И мы это признаем. А как доказать, что они неправы? Я говорю, никак. Мы должны признать, что они правы. И на этом все. Ну, а теперь показать. Они хорошие, но они не церковь. Без церкви спасения нет. У них нет причастия, нет литургии. А это возможно там, где есть епископат, понисходящий от апостольских времен. Это главный вопрос. Главный. Вот посчитаешь, у мусульман, нельзя открыто молиться даже. Игил. Нельзя уж тебе промещеть. А я пришел, разулся, дошел в мещеть и стал молиться. Кланяюсь, поклоны. Вообще, и тебя не убили. Я говорю, нет, но я видел, как они смотрят. А как раз был перерыв. Они по стенам сидят, кто-то там молится, кто считает где-то. Когда я встал с колен, вокруг меня плотным кольцом они стояли уже в несколько шеренг. Мусульмане-то все такие безуслов, город этот. И когда я уходил, так они меня провожают, как будто я все время у них был. Я не знаю, из-за чего люди воюют. Ты старайся Христу угодить, Господь покажет, где ты должен умереть за Него. Не надо на это нарываться. Я пришел, как гость. И меня приняли, как сроду не думали, где в Дагестане, где сейчас там такая смута, в Чечне, в Турции, как они помогали нам. И все это мы засняли и показали. А что говорят люди, они такие там злобные. Я ничего не отрицаю. Вообще ничего не отрицаю. Но с нами это не получилось. За нас слишком много молились. Игнатий Тихонович, я вот тут с вами тоже могу согласиться. У меня был случай, давно это было, может быть, года три назад, когда я в войзе ехал с одним ваххабитом, мужчиной. Он такой, вот у него борода была вот такая, усы подбритые. Он был азиатской национальности, такой, одет, как положено, и такой, носки заправлены, то есть штаны носки. Видно, что он был ваххабитствующий. А когда мы с ним разговорились, выяснилось, это добрейшие души человек. Он учился в Египетском Богословском университете. Он, по-моему, татарин с Атарстана. Ну, это у него не европейская внешность, типичная такая азиатская. Не буду врать, или татарин, или киргиз, или казах, но вот с тех национальностей. Вот. Но мы когда разговорились, я увидел в нем глубокий ум, глубокое понимание и глубокое уважение к христианству. Конечно, я понял, что если будет их власть, он нас не пощадит. Но сравнить, допустим, какого-нибудь либерала, или какого-нибудь сатаниста, неуязычника, в нем присутствует какое-то понимание страха Божия. А этот страх Божий у него переходит как бы на других людей. Он понимает, что это христианин, это человек Писания. Вот так сказал, вы люди Писания. Я увидел много у него, как бы, очень, как вы говорите, уважения, чести увидел. И он, когда я ехал, говорю, знаете, вот как-то мне неприятно, нас вот постоянно гнобят. Вот я не знаю, куда ехать с семьей. Он говорит, везде нас за террористов представляют. А я в жизни, говорит, мухи не обидел. Он говорит, судят как бы по всем. Я, говорит, просто стараюсь жить по шариату, стараюсь жить как положено. А у меня семья. Я, говорит, в Бога очень люблю, Бога верю. Ну как, Бога боюсь, Аллаха. Я вот действительно, как вы говорите, увидел искренность. Нельзя сказать, что все там... Безусловно, если будет их власть, я понял. Мы с ним 9 часов беседовали, до 3-х или 4-х ночи. Я понял, будет шариат, и нам будет мало места. Но, чисто по-человечески, я увидел, что они действительно, как Смирнов говорит, они много ближе, чем вот эти все совдепы. Если бы наши люди были христиане, по-настоящему православные, то никакой бы ни ИГИЛ, ни ее язычество не подняло голову. Русь была бы православной, христианской. Потому что, ну тут приходится соглашаться отчасти с Васильевым, из сообщества память. 17-й год очень много нам принес негативного. Можно задать вопрос? Следующее. У Осипа есть цикл лекции «Бог есть любовь». И он, в частности, ссылается на преподобного Антония Великого. Можно, да, процитировать слово? Ну. 150-е слово. Преподобный Антоний, наш отец великий. 150-е слово. «Бог благ и бесстрастен, и неизменен. Если кто признавает благословным, истинным, то, что Бог не изменяется, недумевает однако же, как он, будучи таков, о добрых радуется, злых отвращается, на грешников гневается, а когда они каются, является милостив к ним, то на это надо мне сказать, что Бог не радуется и не гневается, ибо радость и гнев в суть страсти. Нелепо думать, чтобы Божеству было хорошо или худо, из-за дел человеческих. Бог благ и только благое творит. Вредить же никому не вредит. Пребывает всегда одинаковым. А мы, когда бываем добрые, то вступаем в общение с Богом, с Богом, по сходству с Ним. А когда становимся злыми, то деляемся от Бога, по несходству с Ним. Живя доброродительны, мы бываем Божиими. А делаясь злыми, становимся отверженными от Него. Это не то значит, что Он гнев имел на нас. Но то, что грехи наши не пускают Бога выселять нас, то есть то, что грехи не пускают Бога выселять нас, с демонами же мучительными соединяет. Если потом молитвами и благотворениями с низким мое разрешение в грехах, то это не то значит, что мы Бога вложили, Его переменили. Но что посредством таких действий и обращений нашего к Богу уврачеваем сущее нас зло. Опять соделаемся мы способны вкушать Божью благость. Так что сказать, Бог отвращается от злых, есть то же, что сказать, солнце скрывается от лишенных зрения. А вопрос заключается в том, как совместить цикл лекции Осипова «Бог есть любовь» и Ветхозаветную жестокость. В Ветхозавете наслечает много жестокости, проклятия. Как вот совместить? Это как раз ответ неюязычникам будет. Как это совместить? Так а нам зачем совмещать Осипова? Пускай он совмещает, если он сказал, должен доказать. А то начинает, вот я считаю там вопросы веры, Юрасов, Амбросик говорит, Бог никого не наказывает. Я открываю прямо, я накажу вас, я устал миловать, устал миловать вас. Иеремия там считаем, ну и что дальше, надо признать, как написано, с Осипом я буду сравнивать, зачем мне это нужно. У меня есть, я считаю, Бог наказывает, Бог гневается. И в Новом Завете и Ветхом, Он один и тот же. Тот самый Бог, которому имя и любовь потопил весь мир, с младенцами, со скотиной, с птицами. Зачем нам по человеческим меркам мерить Бога? Написано, я это принял. Я о другом думал. Когда людям, которым много дано, которые люди много перестрадали, почему они не останавливаются на том, что установила церковь? Никео, стареградский символ, нам этого достаточно. Полезли куда-то дальше. И они такое стали говорить, вот считаешь там, ну даже Антоний Храповицкий, там такой момент искупления у него, там еще в Гимсимане. Да, да, да. Зачем? Вот вижу, отец Глеб Якунин, это исповедник, пошел к Филарету. Зачем? Я не могу понять. Эти люди, так много пострадали, Зоя Крахмальникова, это настоящий, просто герой веры-то. Пошла к богородичникам. Ну ересь, явно, что ересь. Ну там, Ян Бориславский. Зачем? Да, да, но богородичный центр, Игнать Тихонович, богородичный центр, а даже из христианской секты назвать нельзя. Это что-то такое непонятное. Да, это непонятное извращение. Так это не только они, которых я знаю там. Ну зачем они это делали? Павел Флоренский забредал такую, даже по вакууму забрел четвертое лицо Троицы, с Федором, как они спорили. Да, да. Простоту, по словам не верить. Мне вот, я у Бога это просил, мне Бог дал понять, что я ничего не знаю, я ничего не могу сказать, только смиренно склонить голову, не соглашаться со злом. Вот в одном стихе есть такое, любовь и зло совмещаются. 96-й Псалом, 10-й стих. Любящие Господа, ненавидьте зло. Человека, не человека, а зло. Вот так. А как это? Отвращаться должен, противный тебе, он зловонный, страшный. И все на этом. И поэтому, и с Осипом совмещать что-то, зачем я буду? Нет. Игнать Тихонович, у Осипова цикл лекций, Бог есть любовь, я все их лекции видел, там смысл такой, когда нам атеисты, у него еще есть у Осипова атеизм и христианство, он им приводит пример, когда атеисты на нас нападают, ну, они же тоже верующие в свой бред этот, мракобесный, когда они на нас нападают, он им приводит, они начинают под цитаты Библии говорить, вот смотрите, ваша Библия жестокая, у вас все жестоко. А Осипов он говорит, приводя пример преподобного Антония Великого, 150-е слово, что Бог бесстрастен, что все эти события в Ветхом Завете, что это как бы, ну, как он говорит, что это образ, что не нужно буквально думать, что Бог сердится, или гневается, или печалится, что это для человека, для того человека в Ветхого Завета, когда он жил в древности, для него было такое объяснить, примитивному древнему язычнику сложно объяснить, ему надо было на его языке, что это язык детский, ну, как апостол Павел говорит, это детоводитель к Новому Завету, смысл как бы вот такой. Ну, понятно, антропоморфизм называется, а человек, ну, и что из этого? Осипов, еще кто-то может добавить, а когда уже все истолковано, я не пойму. Осипов, о, Осипов говорит, я бы Осипову задал вопрос, как ты мог быть профессором при советской власти, когда даже поступить нельзя было? Явное дело, что обязательно стукачем был, он не мог быть другим. Почему он бритый, почему в галстуке масонском сидит, удавку держит? Вот эти три вопроса, хотя бы ответил, маленькие такие-то, и понятно было, для чего живет. Он нигде не скажет, что патриарх не такой, ни одного слова. Он нигде не скажет, что патриархия забрела не в ту степь. Он знает, где его кормушка, где его кормят там. Вот это меня больше интересует, скольких людей он перепортил за свою жизнь. вот этих неверующих попов по всей стране, это он распустил. Ему надо уйти в затвор и плакать день и ночь. Ради справедливости надо сказать, что некоторые позиции у него есть похуже с вами. Он, допустим, в частности говорит, если вам поп начинает приказывать, то бегите такого попа, чтобы священник может бы только советовать. И у него критика присутствует. Почему? Я не об этом говорю. Это я знаю. Советовать. Он не может приказывать. Может и приказывать, и советовать. Отец, если духовный отец, он может приказывать. Я тебе запрещаю туда ходить. Если духовный отец, да. А он говорит именно о новоначальных или молодых, когда начинает там... Я считал, это знаю. Дело-то не в этом. Более того... О себе пусть расскажет. О себе. Да, да. Зачем он бреется. Пусть о себе он сам расскажет. Я же за него не могу сказать. Ему вопрос задать. Я материалы ему посылал, он все одобрил мои материалы. Да, да. Гнать Тихонович, чтобы потом нас не обвиняли, что мы за главой оговорились. Давайте пусть он сам выйдет к вам. И мы же... Он не выйдет. Зачем он бреется? Я не веру трогаю. Зачем? Ты православный. Посмотри на иконы везде. Зачем? Ну, зачем? Я тоже бреюсь иногда. Я тоже бреюсь. Зачем у него масонский галстук этот висит? Зачем? По поводу, да, галстука, да. Это масонский. Это удавка, да, у них? Удавка. Это аксессуар 21 века. Рабы. Сегодня собачья удавка. В галстуках все. И Ленин, и Гитлер в галстуках. Да, да, да. Кстати, по поводу масонства, вот если немножко галстука, символа. Воробьевский очень тоже с вами говорит, вот очень похоже. Но только Воробьевский, он более жестко относится к еврейскому вопросу, как и Назаров, как и Душенов. Они жестко. Однозначно говорят, что все, они не избраны. Так вот, в его трудах у Воробьевска очень четко показано, что когда разрушили были монархи, христианские государства, то масоны, у них было две руки. Это с одной стороны социализм, коммунизм, с другой стороны так называемый фашизм. А масоны, они туловище, ну как бы две руки от одной организации, что это было создано ими, все. Потому что, как бы, и национальные... Ну, то есть, масоны, они очень сильно уничтожили христианские национальные государства, так скажем. А по поводу Осипова, ну, повторюсь, он очень критикует католицизм раньше. Он критикует, очень похоже, с вами позиции у него есть. Ну, по поводу того, что он был в Советской Виме, я ничего сказать не могу. Я не являюсь, как бы, ну, Осиповым. Это вот должен Осипов говорить. Я просто сказал, не надо о нем и говорить даже. Я просто, какие вопросы простенькие можно задать. И что он там говорит, я ничего не опровергаю. Говорит и говорит, он за это ответит. Но его доказывать, опровергать мне это и не надо. Мне вообще это не нужно даже. Я говорю, что ссылается, если он на Священное Писание подтверждает. Я видел, как он играет словами, которые Иоанн Златоуст говорит, что ни одного в Ааде в день воскресный-то. Он от этого не зависит, никого всех вывел. Я его труды все эти считал. Он играет на неведении народа. Кого вывел-то он оттуда-то? Кто ждал? Всех вывел. Ну, это аллегория. Вот он говорит, а мы прыгали от радости. И Ордан повернулся вспять. Нигде он не поворачивался. Холмы не прыгали. Это поэтическое выражение радости, как можно выразить. Ну, что тут говорить? Растения разговаривают друг с другом. Ну, не разговаривают они на нашем языке, а растения. И, кстати, Игнать Тихонович, вот тут я, чтобы родители провелись, могу сказать, Осипов очень жестко и масонство критикует. Он масонство критикует, он масонство критикует, повторюсь, попов, католиков. То есть, я могу сказать, есть соприкосновение с вами. Говорить, что так вот он такой плохой, у него много очень полезного. Единственное, я могу сказать, что у Осипова нет так столько ссылок на Писание, как у вас. А так я могу сказать, что он близко родственен вам. Но единственное, у него более жестко по отношению к иудеям тоже. Так что я бы не сказал, что он такой уж плохой. Замечательный автор, но... Да я не о хорошем плохом говорю. Ну, надо сверяться со Словом Божьим. Каких попов-то выпускает? Я с попами встречаюсь. А от него... Тут я полностью согласен, Игнат Тихонович. Тут я полностью согласен. Это не веры, безбожники, совершенно безбожники. Это его ученики. Он заразил всю Россию своими учениками-то. Ничего не надо. Если он бритый, он ни одному не скажет, не трожь бороду. Посты нарушают, ну и еще в этом. Ходит женщина в брюках, ну и что из этого? То есть полное обмерщение. Он это принимает, потому что он сам такой. Он знает, где можно сказать, за что поплатить, и от кормушки его оторвут. Он умный, и он туда не пойдет. Верующий не так. Сказал Господь, хотя бы смерть грозила, я скажу, он нигде не обрещал коммунистов, при коммунистах был. Никогда. Как Глеб Ефгер не пойдет. Меня не надо убеждать. Я знаю, вижу это все. Вот это правда, да, да. Вот у него нет, у него обличения, с чем могу согласиться, не коммунизм, вот этих красного язычества, красного станизма, потому что коммунизм, он весь наполнен масонским, сатанинскими силами. Это да, у него нет. То есть он знает границы, я с вами согласен. Ну давайте так рассудим. Пускай Воробьевский, все на месте. Ну давайте один раз рассудим с позиции масонов. Я сторонний человек, но говорю. Есть люди, которые хотят, чтобы был порядок в доме. Это плохо или хорошо? Не было пьяных, не было наркотиков, не было воров, поджигателей. Здорово. Ну а если вся улица так будет жить? Да вообще это, я не знаю, это можно выполнить лет. А если город? Да Большой Москва. Но это никому не удастся. Но есть люди, которые хотят, чтобы был порядок, как в доме, во всей Москве. А теперь скажем, а во всем государстве. Да разве такие люди есть? Пока другой вопрос. Хорошо или плохо? Хорошо. Чтобы не было убийств, воровства не было, ни изнасилований, ничего этого не было. Ни захватов заложников, ни взрывов. Хорошо или нет? Здорово. А если во всем мире, так вот, эти масоны, они и хотят навести порядок во всем мире. Давайте с той стороны посмотрим. Они желают блага. Лишние едоки, 5 миллиардов, убрать их, они не нужны. Они только развращают. 90% мы умертвим, а 10% железной рукой затащим в коммунизм. Ленин. Так вот, с этой стороны-то смотреть-то, когда они вступают-то, они вступают как филантропы, как помощь. Они знают, видят. Я видел масонов. Видел их храм. Заглядывал. Но когда говорят, а вот так-то, я смотрю с другой стороны. Они хотят сделать добро. Немножко так отвлечемся. А возможно это? Без Христа невозможно. Но сама утопическая идея говорит о том, что есть люди, которые мыслят глобальнее. Что вот мы для своего дома только в одной семье порядок не видим. А вот этот чип нужен, чтобы знать, что они делают. Вот это сегодня браслет, когда из заключения надевают, и знают, куда он ходил. Я не был там. А там у него вычерстила кривая-то. Уже видно. Где он там? Броновское движение-то. Хорошее дело. Здорово. А этот человек готовился убить твою дочь или моего сына. А его уже захватили. Хорошее дело они делают. Но без Бога. Более талантливой личности, чем Адольф. Гитлер не было 2000 лет. Из развалин страну поднять и бросить против всего мира. Это надо подумать только об этом. Это человек, который действительно канонизирует, как лишили его мусорицы. Литеране. Они канонизировали, иконы стоят. Но при одном условии, что Бога нет. А если Бог есть, это был Сатана в образе человека. Сатана. Он коснулся детей Божьих. Ему не устоять. Что он делал? Славянь под нож. Ну и проще, что там у него было. И чем закончилось? Я все думаю, как он переживал. Как у него... В Франции две недели она легла к ногам. Там часы немного Англии бы легла перед ним. Ну просто он уже не стал ей заниматься. И он Америку поставил бы на колени. Они уже там на оружие имели раньше ее почти на пять лет. Уже вплотную все стояло. Весь мир к ногам лег бы. Но Богу это не угодно было. И Бог разгромил. И мы должны сказать. Хорошие замыслы у масонов. Но не сбудется ничего. Потому что все это дьявольская затея. И на них тогда посмотрим, как на людей, которые обмануты. И теперь я с ними беседую не как со злодеями, а как с заблудшими. Мне намного легче тогда говорить. И ему это приятнее. Ну да. Но масоны, да, Тихонович, это сатанинская организация. Их цель уничтожения... Ну я собираю христианство. И по поводу Гитлера. Гитлер сам был членом масонской ложи. Ну тут вопрос, конечно... Ну я понимаю, вы с позиции говорите, но... Ну все. Я кончил. Больше, чтобы вы поняли. Я пытаюсь понять их. И когда я встречаюсь, как мне с ними разговаривать? Я разговариваю не как со злодеем, а с человеком, у которого добрые замыслы. Но они от сатаны. И гнева нет уже не на него, а кто его научает? Сатана. А у нас гневно правильный человек. Это неправильно. Ну да. Где святого Мартина? И там был у него бакрицей, диакон. Он воевал, когда против епископа. А епископ поднял глаза-то. Смотрит, а там стоят на холме. Два эфиопа ему говорят и хлопают в ладоши, когда он на епископа нападает. А он улыбнулся и говорит, бакрицей, он диакон был. Ты тоже епископом будешь. И у тебя будет такой же диакон, который на тебя будет нападать. И все так и случилось. Надо смотреть, кто это делает, кто их наставляет. И тогда направили где-то туда. И поразить сатану. Мы боремся не с человеком, не с игилом, а с сатаной. Избавить от лукавого. И говорит, поражать в голову будешь. Когда мы знаем сатану, тогда нам понятнее, что делают его слуги, что делают эти масоны, что жиды делают. Но я во всем должен увидеть главного виновника. Главного. К вам сошел сатана, говорит, дьявол в великой ярости, зная, что немного осталось времени. И он взял этих слуг и делает. А почему допускает? Иоанн зато, он говорит, очень просто. Когда сатана выпрашивает у Бога, и он говорит, я бы тоже сделал. А где это видно? Иоанн в первая глава. И он дает. И снова эксперимент кончился поражением. И ангелы, говорит, рукоплещут. Не получилось. Он тогда по-другому. Социализм, коммунизм. Ничего не получилось. И ангелы опять рукоплещут. Без Бога у тебя ничего не получится. Или Сефер. Ничего не получится. Да. Есть знаменитый проповедник и сторонник древлерусских старообрядческих традиций Игумен Кирилл Сахаров. Ваше отношение к его деятельности? Ибо он за все старое и старообрядческое. Ну, допустим, в частности, я симпатизирую старообрядцам, как потомок их. Вот как ваше отношение к Игумену Кириллу Сахарову? Он на сайтах старообрядца выступает часто. Знаете, он выпускает воспоминания. Вот у меня четыре книжки его лежат. Он приезжал сюда с группой людей. И вот вы, если зайдете на наш сайт, сайт, не форум, а сайт, и на первой и на главной странице для слова Божия нет уз. Книга моя. И там книги по оголовлению идут на земле алтайской. И вы поймете, кто он. Он удивительный человек. Он член Союза писателей. Таких людей мало, мало в православии. Он очень талантлив, но болезненный. И я ему что говорил, по животу, как его хлопал, он все написал. И в одном месте я пишу. Отец Кирилл, я не пойму, то ли ты сам это все делаешь, или масоны тобой крутят. На Берсеневке храму на. На Берсеневском сухом крыжовниковом поле закрутил своих овец. И он это все напечатал. Да разве будет какой человек печатать, когда я написал такие слова? Он все напечатал. Когда бы я не приехал, половина богослужения, он немедленно посылает служку, меня переодевает в стихарь и говорит проповедь. Люди пришли послушать. Он очень открытый. Видели ваши проповеди в его храме? Он хороший. Я что могу сказать? Он хороший, настоящий христианин. В чем-то мы не согласны. И он пишет, у него везде выдержки на стенах. Я подошел, первые две прочитал и две ошибки нашел. И говорю, а как же так? И он тут же говорит. И пишет об этом. Игнатий, говорит, нашел ошибки и сказал, значит, плохо занимайтесь Словом Божьим, что наизусть не знаете. И поместил это в русской линии. Русская линия такой там. Сайт, да, сайт русской линии. Да. И все там, зарядите, русская линия. Кирилл Сахаров, он о моем... Игнатий Сихонович, я знаю, знаю, и сайт этот знаю, и даже знаю некоторых авторов этой линии. Он обо мне говорит, как встречает... Да, да, да. Знаю это, Игнатий. Обо мне он что говорит, я не знаю сейчас. Но в моем понимании он очень хороший. Простой, простой. Но он просто выступает за все старое, за древнее все наше староверчество. Старый правильный путь. Не единоверчество. А именно вот он в патриархии находится и одновременно придерживается всего старого. У него настоящая община. Да. Я у него был, у меня роликов много снято. На улице беседуем, обед, где был. Люди приходят. Отдельно там какая-то беседка. Отдельно, когда где обедают, столовая. И все у нас заснято на нашем видеоканале. Да, да, да. Он простой, открытый такой. Это... Прямо, не знаю. Игнатий Тихонович, ну вот, допустим, тогда более расширенный вопрос. Ну вот я, как человек православный христианин, я очень люблю, допустим, ну, старое обряческое пение, вот, знаменный распев. Для христианина это же нормально. Народно. А то некоторые говорят, вот ты там православный христианин, компешки принадлежишь. Ну не надо говорить. Там говорят, ну нравится, я пою. Ты нравится тебе, пои другое. Ну я вот вообще люблю все такое старое. Допустим, даже из наших таких знаменитых монастырей, это Валамский монастырь, они вот, кстати, придерживаются старого пения, знамена. Красиво очень. Не по душе, допустим. Ну следующий вопрос, да. Есть такой Сергей Михайлович Масленников, да, если я не ошибаюсь? Да, я вообще смотрел, слушал. Ну и что? Проповедник школы покаяния и аскетики для мирян. Вот вопрос, возможно ли мирянину вести аскетические подвиги без серьезного духовного руководства? А зачем он руководитель? То он и не нужен. Не садись обедать и все выполнил. Иди работай. На двух-трех работах. Он ничего другого-то не говорит. Я никак не мог понять, за что на него так ополчается. Там Дворкин, другие. И Дворкин на него ополчается? Ну конечно. Целых. Там у них 15 выступлений. Из них 13 были вообще там. А одно против меня, а другое против Масленникова. О, еще про Масленников виноват. Что-то у них... Я может ошибаюсь, но мне показалось, что именно о нем речь идет там. А что они, я не могу понять, нечем заняться, что ли, за этим? Это рождественские чтения нынешние были. Да, да, да. Насчет вас я знаю. Видел, видел. Ну а ничего нет. Если имели, они бы конкретно вышли на меня по скайпу поговорить. А они боятся как огня этого. Ну да, мы уже готовы раз. Я выставляю, я никогда ни одного кадра нигде не вырезаю. А вот я сказал, поймали Игнатья. Он как оригиналист. Ну поймали и поймали, я оригиналист. Ну еще из этого. А, ну я читал это Николай. Мужчина какой-то писал. Ну, знаете, тут я не обижайтесь с Николаем соглашусь. Я сторонник все-таки, чтобы у нас воинство было. Пусть что угодно говорят. Меня не касается это совершенно. Он сказал и сказал. Ну сказал и сказал, да. Понял где-то. Сказал. Кстати, если это автор этого комментария, я смотрел наши с вами выступления, комментарии читал, а если этот человек есть реальная личность, пусть он выйдет и поговорит с вами по скайпу. Интересно. Чувствуется, что грамотный мужчина. Почему я ни на одном ролике не оставлял еще ни разу, нигде своих комментариев, кроме материалов о крещении там и все. Я не согласен там, ну еще из этого. Это твое мнение. Что же я в чужой дом через забор буду дохлых кошек забрасывать? Зачем это нужно? Ну, возможно. На все время под любым роликом заходят и всякие там где-то, а сам ничего не знает. Даже свое имя забыл как. Какие-то буквы ставят. Забыл фотографию. Автомобиль ставят. Не, Игорь Тихоевич, вот ради справедливости надо сказать, что я из опыта своего знаю, ну я не могу сравнить с вашим, миссионерский опыт показывает, если так можно это сказать, проповеднический опыт, что некоторые люди, допустим, священники или богословы, или там какие-то миссионеры, они не хотят себя обозначить, они выходят под кем-то ником. Я думаю, ничего плохого здесь нет. Если человек ведет диалоги с оккультистами, с буддистами, с мусульманами, с неюзычниками, с инопланетянами, допустим, ну это шутка, то почему бы нет? Пожалуйста, он высказывает свое мнение, если это в рамках дозволенного, в рамках культуры. Ну не обзывается, не сквернословит. Если это в рамках здравомысля, пожалуйста. Если, конечно, он выходит, его цель как вот этот алмаз, а как, алмаз? В рамках Святой Библии, во Святой Библии только разговаривать. Полностью согласен. А с другой, зачем мне вытратить время, когда Бог будет судить по Библии? Согласен. Иногда, Тихоныч, вы слышите меня. Я имею в виду, смотрите, когда у человека есть здоровые аргументы, ему сказали свое мнение, пожалуйста, это ради Бога. А когда выходит человек и начинает подникать, типа вот это как в алмазах, я забыл имя, Саварбек, то, конечно, безусловно, здесь это не очень здравая позиция. Короче, я говорю, греешь. И очень здраво. Ну ты что-то говоришь-то, Саша. Ну, голову... Ну, дипломатично говорю, хорошо прямо скажу. Какие-то творят блуд, а он мою голову подставляет к ним не очень здраво. Это больной человек. И он заглох. Я только обратился в прокуратуру ФСБ, а сейчас туда к ним, туда в Караганду направляют. Все, нигде больше его нету. Игнать Тихонович, я, понимаете, говорю с точки зрения дипломатии раз, во-вторых, потому что, когда я не знаю человека, не осуждаю, стараюсь по-христиански относиться. А тут я с вами согласен. Человек идет провокционно и не... Понятно как. Насчет Караганды. Я был в этом городе. Впечатление у меня сложилось не очень хорошее. Население там большое. Так, давайте вопросы, чтобы я время... Хорошо, хорошо. Скажу быстро насчет Караганды. Мало храмов и местное православное население христианское очень малочисленное. Видно, что никто не работает. Вот мое мнение. Перехожу к вопросу. Я не буду об этом говорить. Меня там нет. Конкретный вопрос по душе. Как спасти наши души? Да, да, да. Но... Мы так на отвещенной теме говорим. Мне не нравится это. Мы сказали, что к этому не возвращаемся. Каждый понесет свое бремя. Игорь Тихонович, священник Владимир Головин в своих ответах на вопросы говорил, что он по молитвам высылял свои недуги. Ну, то есть он молился и Господь высылял. У меня есть знакомые академические богословы. Они утверждают, что не надо самонадеянности, ну, заниматься, надеяться на себя. Что лучше сразу при болезнях обращаться к врачам. Вот как христианину поступать в этой ситуации? Ты заболел зоб там, нерв, оголился. Ты помолился, как священник Владимир Головин говорит. И пусть тебя Господь истолит. Он приводит примеры. Там говорит молитву богородничную. Это ангел, архангел возвестил. Молитва очень наша. Это наш Господь. Ну, молись. Еще раз это мешает, а оно на другое. Ты молись, и святые воду попей, воду попей. Ты молись, и сходи к врачу. Написано, говорит, благоразумный человек не будет пренебрегать врачом. Иной раз в их руках бывает успех. А согрешающий да впадет в руки врача, серахов. Нет, Игорь Тихоевич, просто бывает такая позиция. Две я встречал в христианстве наших. Как и у старобрядцев, как в русской зарубежной церкви, так и в московской патриархии. Некоторые авторы говорят, молись, и Господь тебя исцелит. Или некоторые авторы, как Головину, так говорят. Я молюсь, и Господь меня исцеляет. А некоторые, вот общаясь, там, людьми более такого. Я искал лучших врачей, лучшие лекарства, когда его ссылку сослали. Зачем? Третий том. Ну и все. Все, понял. Апостол Павел говорит, пей впредь вина. Не сказал, только молись, а пей вино, говорит. Радец Томаха, болезни твоего желудка, Тимофею пишет. Вино хорошее, это лекарство. Зачем он об этом говорит? Надо надеяться на Бога, а сходи к врачу. Это одно другому не противоречит. Пошел, чтобы в его руках был успех. Вот такой вопрос у меня, если я силе уже немножко подустал. Многие агностики, многие противники христианства и сатанисты часто говорят, что мы смиренные, покорные, забитые, убитые рабы Божьи. Но в Священном Писании мы встречаем такие моменты. Первое послание Иоанна, третья глава. Саша, я-то считал, что мы дети Божьи, мы избранные, не надо время тратить. Вы рабы, вы одновременно дети. Зачем говорить? Это мы говорили в прошлый раз еще. А это не было поставлено в Красиве. Это все я только что сегодня считал. Это мне зачем это время тратить-то? Ну, хотя бы последняя часть вопроса. Вот, не буду все чисто читать. Вот, Иоанна, глава 1, 12 стих. А те, которые приняли его, верующие в имя, дал власть быть чадами Божьими. Или вот, Иоанна, глава 15, 14-15 стихи. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедовал вам. Я же не называюсь рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его. Но я не называюсь рабами. Саша, православные этого ничего не знают. Они не считают. Они знают, помилуй меня грешного. Помилуй меня Господи. И поэтому даже вот это не язычникам, мусульманам, а православным не вдолбишь. Они этого не знают. Они знают только одно. Я грешный, супергрешный. Игорь Тихонович, вот тут мы с вами... Я это и хотел... Вот вы мне сейчас правильно поняли. Я и хотел это прочитать, что для наших не только оппонентов христианства, врагов, а то, что Господь прямо в Евангелии говорит, что не называясь рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его, но называясь друзьями, потому что сказал им все, что видел и слышал от отца моего. Ну, сейчас я поторопился, вы говорите, не надо, что в Священном Писании мы много моментов встречаем, где мы дети Божьи, что мы не просто там какие-то забитые рабы, но что мы и дети Божьи. Я это хотел сказать. Дорогам носим. И они, язычники, говорят, и на каждое слово ему отвечаете. Написано 24 глава притчи. Не отвечая глупому на глупости его. Возьмите себя за эпиграф. Не отвечайте, чтобы тебе не стать подобным ему. Я не про неюзычников. Игнать Тихонович, вы меня не услышали. Вы сегодня что-то часто на этих неюзычников ссылаете. Я о них уже, как бы, для меня это часть какая-то. Я приводил пример, что враги, именно как вам сказать, вот есть невзоров, есть вот всякие, так называемые в кавычках, научные атеисты. Они нам как говорят? Вот, в Библии жестоко все плохо. Когда им приводишь 150-е слово Антония Великого, они начинают затыкаться, что Бог это благ, благ, и Бог это любовь. Они затыкаются. Потом они начинают нам говорить, что мы убогие, забитые рабы, которые только знают, как вы правильно говорите, Господи помил, и головку преклонить. Приводишь им примеры, примеры приводишь из Писания, и говоришь, что множество мест, там и Атеана, и других мест, где говорится, что мы дети Божьи. Они тоже начинают затыкаться, что вполне христиане могут быть детьми Божьими. Они не верят в это. Зачем им об этом говорить? Вот я вам говорю, я об этом как бы вроде... Я сказал, не надо с ними на эту тему разговаривать даже. Он считает Богом. Они верят. Правильно считают? Быть рабом – это застуга. Все послания Павла начинаются «раб Иисуса Христа». Иуда говорит «раб Иисуса Христа». Петр, Иаков – все говорят «раб Иисуса Христа». Иоанн говорит «раб Иисуса Христа». А что буду опровергать? Я не рабы. Мы рабы. Мы недостойные рабы. Плохие рабы. Согласен. Хороший раб – это делается сыном, когда он раб. Из рабского состояния переходит в усыновление. А, я немножечко о другом. Что раб в древности значение совсем другое имел. Сейчас, Саша, не надо. А, Пай, пожалуйста, вопросов нет. Я отхожу. У меня время... Нет, нет, нет. Сейчас есть еще один последний вопрос. Я быстро скажу свое мнение. Не надо. Мне уже не надо. Это все бы договорились одинаково понимаем. Но еще время тратить-то. Ну что, раб не греха, а раб Божий. Это в этом смысле. А по поводу... Ну, раб Божий. Они рабы греха. Они как раз рабы греха. Да, да. Я это и хотел сказать. А по поводу... В Писании-то встречается, что мы дети Божьи. Теперь последний вопрос. Они свободны. Павел говорит, свободны от праведности. Да. Ну, рабы греха и дьявола. Правильно? Свободны от праведности. Они свободны. Писания должны показывать, где. Кто кем побежден, тот-то мой раб. Побежденный грехом. И все. Скачите вот пока меня. Полностью согласен. Они свободны. Давай прощай. Нет, нет. Один вопрос последний. Игнать, тихо. Пять минут. Потом же толкетесь. У меня времени нет. Нет, я бы сказал, что они рабы. Греха и дьявола. Что они рабы? Последний вопрос по Писанию. Игнать, тихо. Они рабы. Они рабы дьявола и греха. Последний вопрос. Рабы Божьи. Да. И дети Божьи. Назвать бабами, назвать друзьями. По описанию последний. Все, все, все. Давай. Умей заканчивать вовремя. Ибо всякие делающие... Отключайся. Все. Все, отключайся. А по Писанию? Все, уже договорились. Ну, и так как-то... Ну, ладно. Саша, не настаивай на большее. Не поведите. Все, все, все. Хорошо. Все хорошо. В следующий раз. Ну, ладно. Слава Христу. Пойдет. Через две недели подойдете. Да. Слава Христу. Слава Христу. Слава Христу. Мы дети Божьи, как Господь говорит. Ладно. Господи помилуй. Великен Слава Христу.